Это подкаст. Вторую неделю продолжается скандал с задержанием в Дагестане начальника чеченского управления МЧС и одноклассника Рамзана Кадырова Алихана Цакаева. Несмотря на заявление главы Чечни о некой провокации со стороны силовиков, в отношении Цакаева провели проверку, а ее результаты уже передали в Следственный комитет. Напомним, главу республиканского МЧС задержали 14 апреля на контрольно-пропускном пункте Герзельский мост в Дагестане, это на границе с Чечней. По версии управления МВД по Северокавказскому федеральному округу, водитель иномарки двигался по встречной полосе, отказался предъявить документы, обматерил силовиков, а затем попытался скрыться. Остановить машину удалось только с помощью спецсредств, так называемого ЕЖА. Цакаева доставали из автомобиля сразу семеро правоохранителей. Согласно данным нескольких телеграм-каналов, глава чеченского МЧС был пьян, официально это не подтверждено. Позднее появились результаты проверки, которую провело управление МВД по СКФО. Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции, говорится в сообщении ведомства. Цакаев якобы ударил ногой в живот 26-летнего старшего сержанта, а 33-летнему старшему лейтенанту попал в колено, пишет телеграм-канал «База». От ареста главу МЧС по Чечне уберегли приближенные Кадырова, в том числе Абузаид Весмурадов, заместитель председателя республиканского правительства, который учился в том же классе, что и Кадыров с Цакаевым. По словам одного из правоохранителей, на которых ссылается телеграм-канал «База», глава чеченского МЧС пообещал всех, кто его задерживал, цитата, поставить на колени. По приезде чеченские силовики составили в отношении Алихана Цакаева протокол о нарушении правил дорожного движения, будто это произошло на территории Чечни, пишет телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Кадыров выступил в поддержку одноклассника. На его призыв гнать из структур с треском силовиков, которые якобы незаконно задержали Цакаева, глава Дагестана Сергей Меликов напомнил, что КПП «Герзельский мост» находится в федеральном подчинении и призвал перестать информационно подогревать ситуацию. Скандал с начальником чеченского управления МЧС поставил в сложное положение и чеченских, и дагестанских силовиков, говорит член Совета Центра защиты прав человека «Мемориал» Александр Черкасов. Я не очень завидую судьбе по папу за дагестанским гаишникам Кадыровца, потому что, скорее всего, ему предстоит отвечать за всю эту историю. Также попытаться списать это задержание на федеральных силовиков – это очень тонкий политический ход, это в кавказном стиле. Но после этого сказать, что все-таки мы своих героев в обиду не дадим. В очень сложном положении дагестанские силовики, поскольку противостоять Кадыровцам, мягко говоря, сложно, а ничего не сказать, ну, окажешься немножко униженным. И Рампан оказывается в сложном положении, потому что теперь не наказать этого замечательного товарища, видимо, нельзя. Но наказать публично его нельзя, признать его виновность публично нельзя. Не сдавать своих – это свойство групповок, скорее мафиозных и интернациональных. На этом зиждется власть и влияние Кадырова. Только поэтому он может отправлять своих людей на любое задание. Те знают, что их вытащат из любых передряг и заступятся за ними. В любом случае, как примерно тот Кадыров говорил об осужденных за убийство анимационного. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Карачаево-Черкесии неизвестные напали на пост ППС. Погибли двое полицейских. В розыск объявлено пять человек, сообщает Следственный комитет. По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, хищении табельного оружия, а также незаконного ношения оружия. Подозреваемые – 35-летние Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, 29-летний Казбек Джозаев и братья Эделькановы, 25-летний Ахмат и 26-летний Руслан. По версии следствия, 22 апреля они расстреляли наряд полиции, после чего похитили их табельное оружие и скрылись. От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третьего госпитализировали. По данным телеграм-канала «Сапа Кавказ», в результате нападения погибли замкомандира мобильного взвода отдельной роты ППС Мурат Калаханов и полицейский водитель Роман Гущин. Нападению предшествовал ряд контртеррористических операций, которые прошли в республиках Северного Кавказа в последние недели. 11 апреля ФСБ отчиталось об убийстве двух предполагаемых боевиков в пригороде Нальчика. Еще раньше в ингушском Карабулаке были убиты шестеро подозреваемых в терроризме, а в Махачкале и Каспийске задержаны еще четверо. Активизация силовиков в регионе напрямую связана с терактом в подмосковном Крокус-Сити-Холле, который фактически развязал спецслужбам руки, утверждали опрошенные редакции «Кавказ-реалии» правозащитники и эксперты. В Краснодарском и Ставропольском крае сотрудники ФСБ проводят обыски, связанные с делом замминистра обороны Тимура Иванова. Его подозревают в получении крупной взятки. На время следствия Иванов отправлен в СИЗО. По данным источников сайта РБК, обыски проводят сотрудники Департамента контрразведки ФСБ. Кому именно пришли силовики, не сообщается. Вместе с Ивановым на такой же срок арестован второй обвиняемый, это Сергей Бородин. Человек с таким же именем занимал пост председателя главы Департамента расквартирования Минобороны. По версии следствия, Бородин вступил в сговор с Ивановым и некими третьими лицами, чтобы получить взятку в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. В мае прошлого года Центр досье опубликовал расследование, в котором раскрывались связи Иванова с двумя подрядчиками Минобороны. По данным издания, заместитель министра в разы завышал сметы на господряды, а после получал откаты от компаний Запсиб, Газпром и Олимпситистрой. Последняя являлась фактическим подрядчиком на объектах в оккупированном Мариуполе. Это при том, что формально стройки вела государственная военно-строительная компания. Олимпситистрой выступала фактическим исполнителем работ и при строительстве водовода из Ростовской области на оккупированной территории Донбасса. В трех решениях судов о выдворении участвовавших в возведении объектов трудовых мигрантов из Даджикистана прямо сообщалось, что строители из Москвы наняла в Ростов именно эта компания. При этом в официальных сообщениях рассказывалось, что объект за четыре месяца возвели специалисты военно-строительной компании Минобороны. Ранее строители этого водовода пожаловались президенту Владимиру Путину на то, что им не заплатили за работу. Они растянули баннеры с обращением к президенту на грузовиках в районе села Покровское под Таганрогом. Об этом писали местные СМИ. На этих плакатах в том числе утверждалось, что первый этап строительства водовода был закончен еще в марте 2023 года. Но бюджет был распилен раньше времени, и денег на зарплаты рабочим попросту не хватило. Подрядчики винят в этом военно-строительную компанию Минобороны «Олимпситистрой» и компанию «Пересвет». Командир чеченского спецназа «Ахмат» Абтия Лаудинов может стать преемником Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. С сентября прошлого года в администрации президента России начали разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти в республике из-за прогрессирующей болезни Кадырова. Об этом говорится в расследовании издания «Новая газета Европа». В Чечне это расследование не комментировали, однако вскоре после его выхода Кадыров опубликовал в своих соцсетях видео с тренировки вместе со своими приближенными. На этих кадрах глава Чечни упражняется с гантелями и демонстрирует борцовские навыки на своем помощнике Умаре Даудове. Действие сопровождается песней, заканчивающейся словами «Дай бог родимый, вечность ты живи». По данным «Новой газеты Европа», с 2019 года у Кадырова диагностировано осложнение панкреатита, к которым относятся некроз поджелудочной железы и панкреатогенный асцит. Подавляющее большинство подобных случаев заканчивается летальным исходом. Состояние здоровья главы Чечни вновь стало предметом обсуждения в сентябре прошлого года, когда его борт вылетел из Грозного в Москву, а десяток иномарок с чеченскими номерами заметили у президентской больницы. Сентябрьское ухудшение самочувствия Кадырова, по данным «Новой газеты», было связано с острой легочной недостаточностью, дозвившейся у него на фоне передозировки транквилизаторами. Ранее бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждал, что Кадырова доставили в больницу для прохождения гемодиализа, необходимого ему якобы из-за почечной недостаточности. Это расследование для нашего подкаста комментирует руководитель чеченского движения «Единая сила в Европе» Джамбулат Сулейманов. Я считаю, что фигура Апти Аладдинову в качестве замены Кадырову вполне себе вероятна. Он привлекателен тем, что является человеком все-таки интеллектуально более высокого уровня, чем Кадыров, как силовик, как интеллектуал, как идеолог противодействия западным ценностям и объединения с этой целью идейного основа православия и ислама. Кадырова является привлекательной фигурой, но вряд ли Аладдинов является единственной фигурой, которая будет раскручивать. Возможно, в ближайшее время мы увидим и другие фигуры, которые будут раскручиваться как возможные варианты замены Кадырову. Единственное, я не согласен с тем, что с утверждением новой газеты, что ускоренные попытки заменить Кадырову связаны с его болезнью. Уже после Пригожинского бунта стало очевидно, что схема президента, личные отношения президента и Кадырова, они недейственны, что они требуют пересмотра и замены. А болезнь Кадырова, она только усугубила эту ситуацию. Здоровье Заремы Мусаевой, матери чеченских оппозиционеров, братьев Янгулбаевых, находящихся в колонии в Аргуне, снова резко ухудшилось, она не может ходить. Об этом заявил ее сын, правозащитник Абубакар Янгулбаев. Мусаева страдает рядом хронических заболеваний, включая диабет. В своем телеграм-канале Янгулбаев написал, что ее везут в больницу. В комментарии сайту «Кавказреалии» он рассказал, что узнал об ухудшении здоровья матери от дальних родственников в Чечне. Они сообщили, что она не может ходить даже на костылях и передвигается в кресле-коляске. По его мнению, причиной этого является недостаточное лечение, как в квалификации врачей, так и по качеству медикаментов, которые Амусаева получает в колонии. Абубакар Янгулбаев полагает, что это ухудшение может быть связано с тем, что Амусаевой в колонии показали видео с его недавними комментариями различным СМИ, связанными с обсуждениями предполагаемой болезни главы Чечни. По его словам, на этом фоне на нее могли оказывать психологическое давление. На прошлой неделе медицинская комиссия в Чечне изменила заключение о состоянии здоровья Амусаевой. Ранее в диагнозе было указано, что у нее сахарный диабет второго типа с множественными осложнениями. Однако теперь в заключении написан диабет без осложнений. Из-за этого изменения Амусаева не может рассчитывать на освобождение по состоянию здоровья. На этом у меня все. Это был 181-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалия». Подпишитесь на нас в Ютубе и других социальных сетях. Это важно, чтобы оставаться на связи. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok